Моя проповедь называется «Время действовать». Вы знаете, есть две темы, которые всегда в моем сердце. Я постоянно размышляю над ними. Первая тема – это тема заповедей Божьих. Почему именно заповеди? Потому что Писание говорит о том, что мы созданы, чтобы искать его. Помните, да, в Деянии 17.26? Мы созданы, чтобы его искать. Писание дало нам также образ, очень яркий образ, показывающий, что значит найти Бога. Помните? Не очень дружно. Значит, для кого-то это будет так и новость. Даже в Танахе есть образ, который показывает, что значит найти Бога. Когда мы рассматриваем скинию, когда мы постепенно приближаемся, приближаемся к Богу, и в конце концов мы входим куда? В святая святых. Что мы находим? Ковчег. А в ковчеге что? Заповеди. Найти Бога, друзья, для нас найти Бога – это очень яркое свидетельство, яркий образ. Найти Бога – это познать Бога, кто Он, какой Он, что Он хочет от нас, от Своего творения, через познание заповедей и исполнение. Вот тогда мы приобретаем характер Бога. Это с одной стороны. А практически, друзья, смотрите, о чем говорит Писание? Первый Псалом, самый первый, то есть самое главное, да? Что блажен муж, который там не ходит, не стоит, не сидит, это понятно. Но самое главное, но в законе Господа, то есть в заповедях Его, что воля Его и о законе размышляет Он день и ночь. Дорогие сестры, к вам это тоже относится. Это тогда так выражались, блажен муж, а мы еще давай и сестра, да? Вот, и брат верующий, и сестра. Если воля в заповедях, да, в законе и размышления, размышления, значит, размышления зачем? Как это? Друзья, если кто-то думает, что заповедь – это не духовно, я вам напоминаю первую заповедь. Помните, да? Возвобие Господа Бога. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Ничего духовнее нет. И это первая заповедь. Поэтому, если кто-то думает, что я говорю о вещах таких, ну, Верхий Завет, там и так далее. Не-не-не, это все об этом, друзья. И вот тогда, если это будет, то человек будет что? Успешным. И брат, и сестра, они будут, если они будут размышлять, найдут, они будут успешными в этом, друзья. По-другому не бывает, как служителю мне приходится сталкиваться с судьбами людей. И всегда, друзья, без исключения, 100%, в каждом случае неполное размышление, неполное понимание, нарушения какие-то. И человек входит в какую-то проблему, в какую-то ситуацию, попадает в пустыню, и там Бог с ним говорит в пустыне. Поэтому всегда эта тема важная. И вторая тема, друзья, которая мне очень нравится, которая тоже постоянно, она как бы вот у меня, как бы и в сердце, и я размышляю над ней, это тема времени. Времени почему? Знаете, я не знаю, задумывались вы или нет, что мы живем не просто в последнее время, мы просто живем в библейское последнее время, в которое, это не конец света, это просто то время, которое Писание называет время исполнения пророчеств, в одной песне поется. Это время исполнения пророчеств. И написано, что пророки, они хотели бы, они бы очень хотели, чтобы увидеть, о чем это им Бог говорит. Они пророчествовали, они говорили эти слова, но им так хотелось посмотреть, как Израиль восстанет, каким Он будет, Его народ, как все народы придут в Иерусалим, как вот это все случится. Мы живем время исполнения пророчеств. Но это не просто интересно или страшно, или еще там как-то. Нет, друзья, Бог доверил нам свое имя. Представляете? Он доверил нам, вот такими, какими мы есть, с нашими недостатками, да, с нашими страхами, сомнениями, знанием, незнанием, исполнением, неисполнением. Он доверил нам свое имя. То есть мы представляем Его, мы Его священники. Потому что на нас смотрят и говорят, ну вот какие священники-то, наверное, такой Бог. Поэтому меня с этой точки зрения как бы волнует это время. Вот как исполнить, вот как представить, как достойно представить нашего Господа, да, Ишуа, и Отца, и Ишуа, да. Как нам представить? Это с одной стороны. А с другой стороны, это же время, оно не простое. Оно тяжелое, оно страшное. Мы же это видим, гибнут люди, теряются здоровье, теряются жизни, теряются имущества. Все, ну то, что налаженное, оно вдруг становится зыбким, каким-то таким нереальным. Люди, которые имели все, они вдруг перестают все иметь, они вот, они голенькие стоят буквально, буквально перегубят. И как пройти это время? Как выстоять? Как достойно в этом времени, как достойно представить нашего Господа, Спасителя Ишуа? Ну согласитесь, стоит размышлять над этим? Как вы думаете? Ну поэтому, друзья, поэтому мы размышляли в тот раз как раз именно об этом, о том, как в это время, как в это время, когда рушатся все основания, может быть кто-то помнит, о том, как в это время праведнику вести себя, то есть как поступать, что главное в это время, такие основные какие-то моменты. И мы пришли на примере жизни Иова, Иосифа, Давида, пророка Аввакума, это меня пастор Василий вдохновил, перечитать его, я посмотрел, так он мне понравился, и я теперь вот постоянно как-то вот Аввакум. Он жил вот примерно такое время, вот как вот сейчас, понимаете, такое оно какое-то было настолько, настолько неустойчивое, настолько вот сейчас вот придут враги, все разметут, и Бог ему сказал, понимаете, я говорю, да, ты жалуйся, что все плохо, я это вижу, вообще смету все, понимаете, он будешь тоже делать, да, оно такое неустойчивое время было. Вот на примере этих святых мы увидели, увидели, что в это время самое важное, вот урок Иова, да, когда все рушится, когда все становится таким непонятным, когда идут потери в это время познать Бога по-новому. Мы знали его в то время, когда все было хорошо, когда все было устойчиво, друзья, но это не все. Вот Иову ему пришлось познать Бога в другое время. И он стучал к нему, он говорил, Бог, ты несправедливый, это что такое, почему гибнут там, почему дети погибли, почему все разрушилось, здоровье потерял, это несправедливо, я не чувствую своей вины. Вот, и Бог поговорил с ним, и он сказал, Иов сказал, о, я слышал о тебе, мне рассказывали, ну, условно говоря, там, пастора, служителя, я там читал о тебе, но теперь вот в это время я увидел, что ты тот, кто сотворил небо, землю, тот, кто заботится о том, чтобы звезды там ходили, и солнце светило, и птички летали, имели свой корм, да, и там эта косуля, там она родила вовремя, там и так далее, у тебя все под контролем, я теперь понял, что ты меня не оставил, вот, я успокоил все, я в этом успокаиваюсь, ты справедливый, такая личность не может быть несправедливой. Вот, друзья, это самый важный ключик для этого времени, я бы сказал бы так, ключи, да, вот то, что мы рассмотрели в тот раз, это как бы ключи были вот для понимания нашего, как нам вести, как праведнику вести именно вот в такое время, время нестабильности, время, когда все рушится. Второе, второй ключик, это не просто знать, доверять ему, Бог хочет, чтобы мы доверяли ему, Давид, он именно был человеком, он пример для нас, именно доверие Богу, он говорил, всегда я видел Господа, одесную себя, всегда, то есть всегда, это всегда, и когда ему хорошо, и когда ему плохо, вот мы там вспоминали ситуацию с Весоломом, да, когда они пошли, идут, вот, и там его там злословят, и этот, ему там говорят, пошли, мы сейчас этого пса убьем, он тебя злословит, так говорит, не надо, говорит, я, говорит, доверяю Богу, он меня проведет, и через это все, все в его руках, он говорил, он твердыня моя, да, он говорил, он крепкая башня моя, он щит мой, да, вот это Бог хочет, чтобы мы всегда помнили, он хочет, и также третий ключик, чтобы мы были верными Ему, друзья, верными, это не значит, там просто, там прийти в общину, там раз в неделю, там раз в месяц, или, или по себе, в общем, условную свечку поставить, верными, это найти Бога, как мы говорили, заповеди, да, знать их, исполнять их, вот, и чтобы мы были верными в каждой ситуации, сейчас время, которое проверяет нас, Боже, время, оно проверяет нас, Богом, вот, и я вижу, знаете, вот, разные ситуации в жизни, одни люди верные, одни ухватившиеся за Бога, вот, во всех ситуациях, а другие расслабленные, посчитали, что, ну, раз такое время, раз тяжело, значит, можно и по-другому поступать, это меня оправдает, ну, время такое, друзья, мы говорим о времени, какое время, да, это время, когда мы представляем Бога, и тогда, и тогда, как говорил нам пророк Аввакуум, Аввакуум 3.19, я думаю, сейчас выведут, да, смотрите, и тогда, друзья, вот, если это будет, если мы будем его знать, доверять, и будем верными, вот, тогда придет сила, сила проходить это время, вот они, друзья, ключи, о которых мы говорили, ключи к тому времени, которое мы проходим сейчас, если это в нашей жизни есть, это то, чему мы учимся, это то, чему мы учимся здесь, сейчас, это то, чему мы учимся, когда мы выйдем туда, в холл, это то, чему мы учимся, когда мы будем какие-то дела делать, всегда мы учимся тому, чтобы искать Господа, потому что сказано, ищите Господа и силы Его, нам нужна сила, друзья, нам нужна сила, чтобы пройти это время, но сила она дается, если первое, второе, третье, Просто так, друзья. Если нет верности, то какая сила, если нет верности? Откуда она будет? Потому что верные благословляются с верным Авраамом, тем, кто верит. Так, друзья, и сегодня я буду говорить еще об одном ключе. Это как именно ключе для нашего времени, о том, как я понимаю. Друзья, это не истинно последняя станция, это мое понимание, мне доверили, и я делюсь с вами то, что я получил для этого времени. Тот ключ, который тоже помогает нам понимать это время, и самое главное, что жить в этом времени, и при том жить как? Хорошо, друзья, даже в этом времени жить с избытком, потому что Господь, Он хочет, Он дает нам жизнь и дает нам и избыток, понимаете? И избыток чего? И веры в Него, и доверие, и радостью в поклонении. И, честно говоря, я и похудавших особо не видел до сего времени еще, понимаете? Вот как-то так получается, что все нормально, по крайней мере, в рамках нашей общины я вижу, что Господь, Он заботится, заботится. Он хочет, чтобы мы имели жизнь, чтобы мы имели спасение, чтобы мы радовались об этом спасении, чтобы у нас все получалось. Получалось. Итак, пожалуйста, выведите Даниила 11.32. Смотрите, поступающих нечестиво Он, там говорится о царе, я скажу, привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. О чем здесь говорится? Здесь говорится о конкретном историческом событии, вообще-то. Его по-разному понимают, допустим, я знаю, скажем так, большинство исследователей Писания понимают, что здесь говорится, что он – это сирийский царь Епифан IV Антиох. Это вполне конкретная личность. И все, что там происходит, царь южный, царь северный, это в 11-й, они исторически все обоснованы. Все эти события, они подтверждаются войнами различными, личностями и так далее. Но сегодня вопрос не в этом даже. Здесь просто говорится о том, об конкретной исторической ситуации, которая по своей внутренней напряженности, она была в чем-то схожа с нашей. Она не то, что похожа, но по внутренней напряженности. То есть люди были поставлены в такие условия, что они переживали именно то, что мы переживаем. Об этом немножко позже. И здесь говорится о действиях одного нечестивого царя, который захватил Палестину, начал склонять евреев к коллаборации, то есть сотрудничеству с захватчиками. И многие пошли на этом. Первосвященник там купил себе место и выполнял то, что ему говорили захватчики. Он, этот царь, ненавидел евреев, их традиции, отменил закон, обрезание, поклонение Богу, жертвоприношение, разграбил храм, поставил статую Зевса и заставил приносить там свинью в жертву. Вообще оскорбление самое неимоверное. Это время, оно называется, это время оскорбление храма назвали мерзостью запустения. И в послании к Ефесянам там Павел тоже говорит о том, что будет еще такое время, будет такое время, такая мерзость запустения. А сам Епифан, отличавшийся крайним нечестивым, развратом и так далее, он стал прообразом антихриста. То есть его поведение, его отношение к закону, к евреям, оно именно стало прообразом антихриста. Это тот царь, против которого священник Матафиа Хасмане, его сын Иуда Маковей, подняли народ на восстание. А затем в 164 году до Рождества Христова произошло ханукальное чудо при освящении храма. Вот как раз это событие, которое происходило в это время. И в это время люди были в ужасе от происходящего, потому что рушилось все, понимаете, вся их привычная жизнь. Эти полчища, потому что этот Епифан, он воевал с Египтом, он то в Египет пойдет, потом возвращается разъяренно и обрушивается на Иерусалим, убивает людей, уводит в плен, продает, оскверняет храм второй раз, потом третий раз. То есть постоянно вот этот ужас, творящийся в это время. Но, согласитесь, по напряженности что-то схожее. Люди гибнут, имущество теряется, устои рушатся, что-то такое очень тяжелое. И что происходит в это время? Еще раз, вы видите, пожалуйста, я прошу, чтобы постоянно было это место. Смотрите, он привлечет к себе лестью часть, а остальные будут что делать? Они усилятся, они будут действовать. Согласитесь, стоит поразмышлять над тем, вот почему, что значит чтущие, что значит усилятся, почему они усилятся, и почему они даже в это время будут действовать. Потому что, друзья, я увидел в этом принцип, я увидел принцип вне времени. Вне времени, принцип, который действует в любое время. Что в любое время, что оно тогда происходило, это больше двух тысяч лет назад, что сейчас враг, дьявол, он будет привлекать к себе разными способами, но все равно будут люди, чтущие Бога, которые достойно представляют Его имя в это время, в такое тяжелое время. Они будут усиливаться, они не просто будут хранить себя, хотя это очень важно. Хранить, это как бы ты на одном уровне находишься, а здесь что? Усиливается. И послушайте, друзья, и послушайте вот эту динамику этого слова. Действовать. Они будут действовать. Друзья, я постоянно размышлял, вот это ходило, они усилятся, они будут действовать. Это же как? Это же там так страшно. Это же вот они, враги. Вот и так далее. Ой, это же про нас. Это тоже и про нас. Итак, в любое время, в любом обществе есть люди, поступающие против божьих законов. Идеал находит свои ключики к ним, чтобы привлечь их к себе. Реклама и греха. Возможным нечестным образом приобрести богатство, власть, известность, славу. Вот любым способом. Посмотрите, вот эти вот тиктоки, там люди, они готовы, ну вот что хочешь делать, и галажом ходить. И там, что хочешь извращаться, и там, не знаю, что-то вытворять, лишь бы получить вот эту вот славу. Понимаете? Откуда? Кто их толкает? Зачем это им надо? Понимаете? Ну, они думают, что в этом смысл жизни, что вот стать известным, там вот лишь бы, лишь бы, лишь бы. Я уже не говорю просто там о сознательном мире, это просто вот такая жизнь, да? Ну, смотрите, вот кажется, что это ж тогда было только. Это вот при Епифане вот такое могло быть, вот когда лестью. Друзья, ну вот на наших глазах, вот на наших глазах. Смотрите, вот когда Православная Церковь России, РПЦ, Российская Православная Церковь, да? Когда она поддерживает государство, которое напало на нас и благословляет наших врагов на убийство украинцев, да? Ну, это понятно, они всегда, во все времена, вот это происходило. Это как-то, ну, понятно. Вот оно при царе было, оно при большевиках было, и оно в наше время. Ну, друзья, ну, когда объединение, руководитель евангельского объединения благословляет то же самое, вместе с ними за одним столом сидит и благословляет, как бы, людей, россиян на убийство украинцев. Ну, извините меня, это как это, как это назвать, да? Как это вместить, это же протестанты. А вместе с ними его поддержало большинство, я не буду говорить за всех, друзья, нет, ну, то, что большинство, это точно большинство церквей. Евангельские церкви, ну, я говорю в данном случае про Пятидесятников, которые близки к нам тоже, да? Ну, я так понимаю, и баптисты тоже там где-то так. И я видел и слышал о том, как он рассказывал своим людям о том, что он сидел за одним столом с кем? С Путиным. Там совещание было, да? И он сообщил. Ну, это лезть все или нет? Конечно, друзья, конечно, он говорит, сиди за мой стол, да, давай мы вместе будем решать. Я вот решил начать войну против народа. Они живут отдельно, они не хотят мне подчиняться, да? Они хотят веровать, как они хотят, а не это, поддержи меня. Ты же будешь со мной за одним столом. Ну, он поддержал, и вместе с ним поддержали. Это большая, для меня это очень непонятно, как люди, которые считают, что они христиане, что они рожденные свыше, вот так вот поступать. Ну, слава Богу, не все, я знаю, по крайней мере, одну церковь, я знаю, которая так не поступает, им приходится говорить изоповым языком, потому что иначе поубивают. Ну, по крайней мере, они точно не идут вслед за этим объединением, вышли из этого объединения. Не захотели пачкаться этой мерзостью. То есть, друзья, подтверждается время Матфея 24, 3, 5. Выведите, пожалуйста, Матфея 24, 3, 3, 5. Ну, помните эту ситуацию, да, когда ученики подошли к Ешо, да, и говорят, ну, говорят, какой храм. Он говорит, ну, друзья, этот храм будет разрушен, и они потом спрашивают, а как же, а что это такое, а как это будет, вот что это за время такое, и как оно будет, что будет происходить в это время. Там говорится про глады, моры, войны, военные слухи, там, ну, такие вот, про те вещи, которые говорят о нестабильности. Ну, в принципе, о нашем времени, да. Вот, ну, первое, что он назвал, друзья, самое первое. Давайте дальше. 3, 5, 3, 5. Вот, смотрите, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вот, самое-самое первое. Это время, это время прельщения, это время, когда дьявол лестью, обманом, многих обманом берет, многих страхом берет. Он говорит, я сильный, я вот как приду, я как разбомблю, я как уничтожу, да, подчиняйтесь мне. Ну, в любом случае, он пытается, что, подчинить себе, он пытается показать, что он главный здесь. Ну, имеется в виду в этом мире, что у него все под контролем. Он пытается подчинить людей, их мышление, их чувства, он пытается подчинить себе. И мы видим, что во многом это ему удается. Поэтому мы всегда, друзья, мы всегда должны помнить, что, ну, написано дьявол, как лев рыкающий, да, он постоянно ходит, он постоянно хочет уловить. И я хочу сказать, что на это, этому посвящено все. Люблю, ну, понимаю значение Фейсбука, например, там, ТикТока и так далее, это интересно, мы многое в вещи там интересное можем узнать, друзья. Да, но вот если посмотреть Фейсбук, ну, честно говоря, это просто какой-то, ну, во многом духовная клака какая-то, понимаете. Вот там столько много, хорошего много, но очень много того, во чем надо, ну, постоянно присматриваться. То есть, вот, то есть, там верующий человек, ты понимаешь, верующий говорит, да, вроде бы правильные слова говорит, но нельзя принимать все на веру, то, что там говорят. И особенно ни в коем случае, не то, что ни в коем случае, ну, просто, это мое понимание, особенно вот эти пророки, которые, их появилось, немерено появилось. Они любят талиты на себя надевать, кипу, понимаете, и пророчествовать там или еще там что-то. Это я без конкретных привязок, я говорю, я вообще просто говорю, что люди любят пророчествовать. Раньше им никто не позволял, в церкви их не слушают, ну, а в фейсбуке они слушают, друзья. Там тоже, он во многом тоже, я не говорю, ой, не читать, а что же там нахожусь, понимаете, никуда же мы не денемся. Это современно, это тоже время, где много полезного. Но, пожалуйста, будьте внимательными к всему, чему вы читаете. Будьте внимательны к всему, что вам присылают. Вот, давайте помолимся там, о чем-то помолимся, да. И ты читаешь, вот это помолимся, ты понимаешь, это фейсб составило. О том, как наши солдаты изнемогают, что они вот-вот упадут, о том, что командиры не могут. Понимаете, то есть слова фейсбшные. Потому что, когда верующие, реальные верующие пишут, они пишут другими словами. Понимаете, они видно, что это конкретная ситуация. Вот, я о том, что как в начале войны это было, потом Авдеевка была, вот точно такие же вот эти с восклицательными знаками пошли. И наши верующие друг к другу, быстренько давайте помолимся, как изнемогают. Сейчас вот-вот они упадут, сейчас вот-вот-вот оно все произойдет, все будет очень плохо. И удивляются, когда я говорю, ну, друзья, ну, давайте помолимся. Ну, не так помолимся. Ну, не так. Давайте, чтобы Бог укрепил, чтобы Бог дал мудрость нашим военачальникам. А так это все рассылочки, понимаете, вот этих вот агиток, которые присылаются к нам из-за рубежа. Не все рассылайте друг другу, что вам посылают. И в том числе, друзья, в том числе, если даже такие вещи там, вот честно скажу, все, что мне присылают, я проверяю через интернет. Очень-очень легко. Копируешь, вставляешь в интернет, 99% фейк. 99%, что пересылают друг к другу, особенно там вот такие, я не к тому, что не молюсь. Всегда надо понимать, за что мы молимся, понимаете. Ну, не будет, условно говоря, вредным, да, если мы помолимся. Так это событие или его не было, или оно было там 10 лет назад. Вы понимаете, уже, ну, как бы смысл теряется. Будьте внимательны. Я к тому, что время быть внимательным, потому что он хочет привлечь нас к себе лестью, обманом, особенно обманом. Он хочет разными ересями, страхом и так далее. Для этого он посылает, давайте помолимся, вот такими вот, в таком виде, да, который вызывает не что иное, как страх. Ты молишься, ну, в страхе, вот. А надо молиться, как? В вере, в силе Божьей. Аминь. Идем дальше. Итак, еще, пожалуйста, я буду постоянно обращаться. Я хочу, чтобы оно, вот это слово, может, да, Даниил 11.32, друзья, еще раз, чтобы оно постоянно было у нас перед глазами, пожалуйста, выставляйте, чтобы мы привыкли к нему, понимаете. Потому что это ключик, это ключик к нашему времени, это ключик нашей жизни, потому что я буду говорить не только о времени, я буду говорить о нашей жизни. Это то, что нам необходимо для того, чтобы не просто проходить в это время, а жить в этом времени и быть успешным в этом времени. Аминь. Итак, он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать Многих он привлечет, но будут люди, чтущие своего Бога, которые усилятся Я вообще-то больше хочу говорить о слове «действовать» Ну раз время действовать у меня, друзья, ну есть арифметика, смотрите Оно стоит самое последнее, это слово То есть нет, они будут действовать, усилятся и будут чтить Бога Нет, они кем-то станут, они что-то приобретут, а потом они будут действовать То есть две трети событий, они проходят до слова «действовать» Понимаете, такая библейская арифметика, на нее тоже надо иногда обращать внимание То есть прежде чем действовать, что-то в нашей жизни должно произойти А что должно произойти? Мы должны быть чтущими Бога Друзья, мы должны быть теми, кто чтет Бога То есть то, о чем мы с вами говорили, на примере наших библейских героев Вот оно, почитание Бога, знать, кто Он Понимать, что Он всесильный, всезнающий, всемогущий Он все держит в своей руке, Он с нами, как мы сегодня говорили Он постоянно не оставит нас, не покинет Но много милостей, много милосердных Это у нас всегда оно должно быть И мы доверяем такому Богу И мы верны такому Богу Вот это, друзья, вот это вот чтущее, чтущее Бога Исполняющее заповеди Вот тогда вот эти люди, они не упадут духом Если мы будем, то есть люди, это мы с вами, да Люди, которые чтут Бога Не разуверятся, не скажут там Ну, раз наше государство или наше руководство коррумпировано Значит, ну все, значит, ничего мы не молиться за него не будем Не действовать не будем, ничего мы не будем делать Вот мы разочаровались в государстве Боги разочаровались и так далее Опустили руки, вот Они такими не будут, да То есть они будут Они будут То есть эти люди так не скажут, да То есть они не разочаруются у Бога Может быть, что-то сейчас пока говорил, перепутал Они не разочаруются у Бога Они не То есть в этой ситуации Вот у них будет сила проходить эту ситуацию Ладно, сейчас Приду что-то чуть-чуть, я чувствую здесь немножко Правильно я говорю? А то я немножко Прошу прощения Иногда, когда Динамично что-то пытаешься говорить Что-то можешь упустить Итак, друзья Значит, нам надо быть чтущими Бога Там в переводе Там еще есть Познавшие, вразумляемые И научимся И наученные И наученные Богом И вот они усилятся Вот такие люди Они усилятся Укрепятся Утвердятся Покажут себя сильными И крепкими Почему? Пожалуйста, Псалом 17, 33, 35 Бог припоясывает Меня силой Потому что чтущие Чтущие Богом Они будут Припоясаны Силой Скажите на это Аминь Друзья Если мы не чувствуем Сейчас Вот сейчас Вот этой силы Да Нам надо поразмышлять Над первой составляющей Насколько мы чтим Бога Ну я не в том плане Хочу вас там укорить В чем-то там Обличить Я не про это Я же про то Чтобы у нас все получилось Правильно? Я просто говорю о том Что если мы не чувствуем силы Внутренние силы Проходить это время Если мы в депрессии такой Если мы в таком неверии Разочаровании в людях В Боге В общине Там Я не знаю в чем В небе В земле Во всем В ситуациях Да Если мы не знаем Что делать Если мы не хотим делать Да Вот То И нет сил это делать Надо возвращаться То есть Он припаяшет Он припаяшет нас Силою И там дальше есть интересные слова 34-35 Смотрите Он сделает ноги как олени На высотах моих Поставляет меня То есть Мы не только силу получим Друзья Мы получим силу Для чего-то Мы получим силу Не просто Жить Да А преодолеть Мы получим силу Зайти на высоты Ноги как олени Я не знаю Вы смотрели Вот я в тиктоке Иногда люблю смотреть Как они прыгают Там по этому По этой Я вообще не представляю Как они там цепляются За эти скалы Тук-тук-тук Брос И на высоте Да Вот такими он нас делает Если мы Будем чтить его Он даст нам силу Он поставит нас на высоты Нам хочется быть на высотах Аминь Боже Дай нам эту силу Дай нам возможность Быть чтущими Чтобы ты поставил Нас на своих высотах И тогда Друзья Вот тогда Когда это есть в нашей жизни Вот тогда мы начинаем Что? Действовать И первое Первое Что Кажется Ну Вот что Действовать Да Вот что у нас первое Так Подняться Так Взять Отнести Пронести Сделать Выкопать Закопать Что-то вот Ну что-то вот такое Да Там Что-то вот такое Практическое Вот такое Вот Пойти Пойти и сделать И часто Друзья Мы часто И так и поступаем Вот когда Допустим С кафедры Допустим Общинская Там Мотивирует нас Мы так Точно Точно Надо сделать Надо Вот я Я вот не делаю Но я буду делать Правильно Делать надо Я не про это Я про то Что Нам кажется Что вначале Надо куда-то бежать Что-то делать Что-то тащить Что-то Что-то вот такое Вот такое Вот такое Вот такое Вот Ну смотрите Что говорит Писание Первое Петра 2.9 Она говорит Вот Вот что Вы должны Делать В первую очередь Да Бежать Тащить Все нормально Это тоже Мы об этом Будем говорить Это важно Это нужно Ну вот Первое Что мы должны Делать Мы должны Мы как Царственное Священство Ну Царственное Священство Это не вот эти Вот знаете Такие Вот Нет Это немножко Извините А рабы Господни Да Вот Которые Являются Священниками Великого Царя Вот То есть мы Царственное Священство Это священники Великого Царя Может кто-то По-другому Понимает Я по-другому Не понимаю Потому что Я смотрю Как Павел О себе Говорил Да Понимая Что он Царственное Священство Он говорил Раб Иисуса Христа Не думайте О себе Высоко Ваша задача Наша задача Служить Наша задача Возвещать Совершенство То есть Выдающееся Качество Призвавшее Нас Из мы Чудный Свой Свет Кого? Ешоа Машеха Царя Израиля Спасителя Мира Нашего Личного Спасителя И опять же Знаете Первым делом кажется Что нам необходимо Идти и говорить Да Покайтесь Грешники И так далее Тоже надо Говорить Но Я так понимаю Что Опять же Когда мы говорим Когда мы говорим Действовать Всегда Идет Первый Первый Пункт Быть чтимым Да Получить силу И потом Что-то делать Так вот Ешо Он о нас Говорил О том Что мы Есть Свет То есть Свет Сам по себе Он никуда Не бежит Он просто Он просто Есть Да И он Светит Вот Куда свет Приходит Там он И светит Вот Я так Понимаю Потому что В моем Понимании Это Мое Личное Богословие Вот я Очень поддерживаю Того человека Я не помню Кто это Сказал Это кто-то Из евангелистов Сказал О том Что Я буду Я буду Проповедовать А если Надо Даже Говорить Понимаете О чем я Да То есть Представлять Представлять Знаете Это Это Прежде всего Быть Это Прежде всего Светить Вот это Действие Потому что Если это В нас есть Всегда Будут люди Которые Скажут Мужи Братья А что А что А что нам Теперь Делать Ну Конечно Тогда Мы Скажем Покайтесь И веруйте В Господа Иисуса Христа Но Но сначала Наша жизнь Да Наше мышление Наши поступки Наше поведение В это время В это время Вот оно Больше нам Говорит Чем наши Слова В это время Мы Как священники Мы Светим В это время Мы что Мы являемся Солью Ну Хотим Бог хочет Чтобы это было В нашей жизни Я про это говорю Насколько мы являемся Господь нам Судья Вот Ну и мы в какой-то степени Как братья и сестры Мы тоже можем Судить об этом Но Господь Он Как говорится Судья каждому из нас Потому что Он что Он сердцеведец Еще Не то что мы еще Да А почему мы еще Вот это Это только он знает И об этом сказано Не судить Поэтому само наше Существование Должно быть светом Свидетельствуем О Ишо Сейчас особенно Время Когда люди Они открыты К Евангелию Они открыты Чтобы Чтобы узнать Вот Вчера послал Нет Недавно послал Своему племяннику Его призвали Двоерудный племянник Ну Не верующий пока Я ему Послал Выдержку Из фейсбука Тайры Тайра Это Врач Которая Она Там Спасла Сотни людей Вот И там Ее слова Я не знаю Верующих Нет Она говорит На передке Говорит Неверующих Нет Когда Она рвется Когда Происходят События Которые Трудно Вообще-то Как-то Объяснить Ты понимаешь Что Бог так и Есть И поэтому Если ты понимаешь Что Он Есть Ты как-то На это Должен Ответить Вот Это то время Когда Люди Обращаются Когда Они говорят А что Происходит А что А как Они должны Обратиться Они должны Увидеть Что свет Так и Есть Поведение Должно Показывать Наше поведение О том Что все-таки Соль Она так и Съесть И не Где-то В заголи А поведение Перед соседями Перед родными И близкими Перед сослуживцами С работниками В каждой Ситуации Как бы мы Не поступали Всегда Прежде всего Свет Он То есть Мы видим Наши поступки Они светят Или не светят Они осоляют Или не осоляют Потому что Если приходит Священник Друзья Поверьте Там прекращается Мат Там прекращается Непотребство Богохульство И все такое Люди понимают Что-то пришло Вот что-то пришло Другой человек Вот Все по-другому Как-то Мы не можем По-другому Многие свидетельствуют Наши братья Сестры Они свидетельствуют Об этом Что Когда Я прихожу Да То есть Когда И Оно прекращается Вот это Непотребство Мирское Вот когда Ни слова Без мата Какого-то Там И так далее Также Согласно Писанию Священников Были поручены Богом Обязанности Если можно Вот сразу Левит 10-11 Чтобы вы могли Отличать То есть Это Бог Поручает Священникам Чтобы они Учили людей Чтобы вы могли Отличать Священное От несвященного И нечистого От чистого Друзья И здесь Не только Про Чистую Нечистую Пищу Здесь Вообще Понимаете Про поступки Про действия И научать Сынов Израилевым Всем уставам Который Изрег Им Господь Через Моисея Это задача Священника И Малахия 2.7 Ибо Уста Священника Должны Хранить Ведение Должны Хранить Ведение То есть Вот это Все Вот эти Вот Три Пункта Они Являются Нашими Священническими Обязанностями Потому Что Священническое Призвание Божьего Народа От Исхода 19.7 Да Вот До Этого Момента До 1 Петра 2.9 Это Все Об одном Это Все Об одном И том же Это Все Об одном И том же Чтобы Люди Могли Отличать Священное От Несвященное Друзья Мне Часто Приходится С верующими Людьми Опытными Верующими 20 25 лет 15 лет Говорить На Некоторые Вещи Ну Когда Они Советуются Со Мной Вот Например Я Вот так Сделал Я Вот так Сделаю Там И так Далее Но Это Это Неправильно Это Не по Слову Это Не Святое Вот Такое Поведение Оно Не Прославит Бога Оно Ну Люди Знаете Ну Мы Я Не говорю Что Я Там Всегда Тоже Такой Эмоции Они Есть Эмоции Иногда Захлестывают И Люди Поступают И Мы Поступаем Тоже Не Всегда Правильно Не Всегда Правильно Поступаем И Это Тот Случай Друзья Когда Мы Тоже Это Тоже Наша Обязанность Учить Людей Помогать Людям Отличать Правильное От неправильное Следующее Всем Уставам Тоже Помогать Чтобы Люди Понимали Вот Такое Действие Оно Оно Правильное Оно По слову Вот Или Когда Человек Например Говорит Вот Я Я Читаю Я Поступаю Я Сделал Вот Так Здесь Уместно Всегда Уместно Сказать Что Есть Вы Понимаете Что Вот Например Если Брать Библию То Бог Он Так На Эту Ситу Он Так Смотрит Он Так Хотел Видеть Чтобы Мы Поступали В Данной Ситуации Это Тоже Это Тоже Наша Обязанность И в Это Время Друзья И в Это Время Оно Тоже Особенно Потому Что В Это Время Люди Любят Себя Оправдывать Необычными Обстоятельствами Я Так Делаю Потому Что Вот Потому Что Обстоятельства Такие Это Я Украл Это Я Не Дал Это Я Запретил Это Я Разбил Там Или Еще Там Что Нам Надо Помогать Людям Понимать Что Они Делают Чтобы Им Не Было Хуже Для Того Чтобы Они Понимали Что Как Бог Смотрит На Каждую Жизненную Ситуацию И Ведение Друзья Ведение Это То Что Сейчас Не Хватает Людям Ведение Ну Согласитесь Время Такое Ну Вот Как Понять Это Время Как Понять Что Происходит В Называл Себя Братским Да Что Он Пошел И Сейчас С Такой Ненасытимостью Просто С Такой Ненасытимостью Какой Какой Такой Пришедший Из Ада Он Убивает Он Убивает Друзья Вы Обратили Внимание Да Посмотрите Вот Я На Последней Молитве Я Говорил О Что Есть Связь Между Как Бы События Просходящими В Израиле И Которые Происходят Украине Мы Видим Вот Это Вот Просто Вдохновленную Одной Силой Вдохновленную Адскую Ненависть Обратили Внимание Да Прийти Убить Изнасиловать Разрушить Украсть Вот Это Вот Все Просто Разрушить И Там И Там Одинаково Это Из Одного Места Это Все Вдохновляемое Силами Вдохновляемое Силами Адскими Поэтому Если Какие-то Пастора Служителя Папы Римские Говорят На эту Тему Что Это Бог Послал Это Наказание За то Что вы Говорите Слава Украине Друзья Кто Имеет Вот Это Я Сразу Говорю Это Неправильно Это Это Неверно Потому Что Писание Оно Сотни Раз Ну Минимум Десятки Раз Я Не Считал Оно Говорит Что Все Имеет Свою Славу И Звезды И Там Эти Что Там Деревья Тоже Имеют Свою Славу Я Про человека Еще Не Дошел И Человек Тоже Имеет Славу Это Понятно Но Я имею Все Имеет Славу Живот Например Кит Имеет Славу Самого Большого Животного Слава Это Или Слон Крокодил Крокодил Каждый Оно Все Имеет Славу Есть Слава Животного Условно Говоря Не Живого Живого Мира А есть Божья Слава Своей Славой Бог Никому Не Отдаст Понимаете Аминь А Славу Славу Человеческую Он Говорит Прославляющих Меня Я Прославлю Аминь Он Готов Аминь Или Нет Слава Богу А то я Думал Может быть Я Говорю Не то Что Я Тоже Могу Так Немножко Запроповедов Но я Надеюсь Что Я Все Таки Говорю Все Правильно Хорошо Друзья Так Иногда Аминь Поддерживаете Вот Поэтому Нет Этого Друзья Мы Видим По этой Ожесточенности Или Говорят Это за грехи Много Мата И так далее И тому подобное Но Это уже Было В истории В писании Это уже Было Помните Три друга Иова Пришли И говорят Ну Иов Ты точно Грешник Потому что А иначе Быть не может Если такое Происходит Такого быть Не может Друзья Может Быть Вот такое Что Как говорится Я не говорю Что мы там Негрешный народ Я не про это Я просто Тому Что мы Не заслужили Такого Отношения Мы не заслужили Вот таких Убийств Такого Отношения Отношения К нам Давид Говорит Они лгут На меня Напрасно Вот этого Напрасного Мы не заслужили Наоборот Друзья Первая Параллель Паминон Там Где-то В 30-х Сейчас Говорю На вскидочку 30-я 32-я Глава Почитайте Вы увидите Что когда Приходили Цари Благочестивые После Нечестивых Что они Делали Там Изяки Там Другие Значит Они Восстанавливали Все Вырубали Рощи Там Все Такое То есть Они Восстанавливали Служение В храме И знаете Что было И было После того Пришел Царь Там Ассирийский Какой-нибудь Сирийский После того Приходит Почему Да потому Что он Там Насаждал Там С десятилетиями Взращивал Понимаете Вот это Насаждал Все это Поклонение Астар Там Всяким Там И так далее А здесь Раз Пришел Царь Да И порушился И он В злобе Понимаете Когда Перед войной Буквально За Один день До начала Войны Если кто Помнит Это совещание У Путина Если кто Помнит Перед ним На стульчика Как черти Сидели Вот эти Все Так Вскакивали Когда он Тим Тим И такие Большие люди Огромные У них там Миллионы людей В подчинении Перед ним Он как Вот этот Князь Мы Командовал Ими Вы будете Поддерживать Да Буду поддерживать Ваше Сиятельство Там Они Чуть Не говорили И знаете Что он Сказал Он сказал Что Они Отменили Там Свои высоты Коммунистические И социалистические Да Я Приду То есть Они провели Декоммунизацию Так он сказал Я приду И я Покажу им Какую Декоммунизацию Надо сделать Друзья Вот тогда Я понял Что будет Очень страшно Но Враг будет Разбит И потеря И победа Будет за нами Аминь Потому что Фактически Он сказал Я приду И восстановлю То что Бог уже Разрушил А Бог Разрушил Что Советский Союз С его Поклонением Этим Идолом Коммунистическим Социалистическим Которым Мы служили Ну Может Вы Не служили Я служил И я хочу сказать Я служил Хорошо У меня есть Отличия За это Господи Прости Меня И помилуй Я все время Удивляюсь Друзья Когда Когда я Смотрю На себя Думаю Боже Ты же Должен был Меня стереть Порошок А я Служил Очень Хорошо Я был Политическим Работником Друзья В общем Итак Итак Враг Пришел Восстановить То Что Невосстановляемое То Что Бог Сделал Кривым Можно Выровнять Нет Друзья Они Они Уже Кривые Они Их Уже Не Восстановить Но Он Хочет Восстановить Вот В чем Смысл Нападения На нас Вот В чем Смысл Вот Этого Вдохновляемого Адом Вдохновляемого Адом Ненависти И вот Этих Поступков Они Хотят Уничтожить Народ Пастор Василий Он говорил Нечто Пуримное Есть Чувствуете Нечто Пуримное Вот Такое Что Когда Хотят Уничтожить Народ Просто За то Что Он Хочет Быть Тем Тем Кем Он Хочет Быть Поэтому Друзья Мы Понимаем Мы Людям Рассказываем И Мы Людям Рассказываем И Даем Им Ведение Что Происходит На самом Деле И Еще Один Аспект Наши Наши Два Аспекта Осталось Вы Всегда И Соб И И И Аллилуйя Да Друзья Это 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 Действительно Это Великое Чудо Божие И Вот То О чем Я Говорю Оно Прежде Прежде всего Об Об Оно 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 Чтобы Мы Состоялись Чтобы Мы Были Чтущими Чтобы Мы Усилились Чтобы Мы Действовали Даже В Это Время Такое Тяжелое Такое Иногда Страшное Такое Иногда Непонятное Это Непросто Я Не Хочу Сказать Что Сергей Ты Наверное Можешь Друзья Тоже Есть Моменты Когда Я Боюсь Есть Моменты Когда Тоже Падаешь Духом И Так Далее Мы Все Люди Друзья Это Написано Что Утомляются Юноши Падают Надеющиеся На Господа Они Поднимутся Вот Это Оно Вдохновляет Поэтому То О чем Я Сегодня Говорю Я Делюсь Этой Жизнью Для Того Чтобы Мы Этими Ключами Для Этого Времени Для Того Чтобы Мы Достойно Представляли Бога Для Того Чтобы Мы Проходили Мы Усиливались Для Чтобы Мы Действовали Чтобы Мы Достойно Чтобы Мы Показывали Что Даже В Это Время Есть Люди Которые Понимают Что Происходит На Духовном Уровне Потому Что Одного Послушаешь Политолога Он Об Одном Говорит Другого Другом Этого Так Вас Разделят Этого Вас Там Тыры Тыры Этого Там Это Вот Вы Понимаете Но Мы Знаем Что У Бога Все Под Контролем Что Кривое Не Восстановишь Что Бог Он Действует Он Не Спит И Не Дремит Он Всесильный Всезнающий И Все В Его Руках Итак Друзья Смотрите Что Я О чем Я хочу Сказать Действия Наши Первое Друзья На уровне На уровне На уровне Общины Смотрите Общение Вот Кажется Общение Ну Что Это Что Это Такое Друзья Нам Надо Иметь Общение Я хочу Сказать Что В В Нашей Общине Наши Пастора Они Нацелены Они Они Заточены На Это Они Все Делают Для Того Чтобы Мы Имели Общение Праздники Служение Не Просто Служение Пожалуйста Чай Кофе Бесплатно Пообщайтесь Для Того Задержитесь Имейте Общение Женское Служение Мужское Служение То Служение Детское Такое Все Для того Чтобы Мы Имели Общение Почему Друзья Потому что Общение Оно Что Созидает Взаимоотношения Друзья Взаимоотношений Ну Нету Без Общения Понимаете А Взаимоотношения Они Создают Что Взаимо Скрепляющие Связи А Взаимо Скрепляющие Связи Что Делают Они Созидают Тело общины, которая возрастает, получая приращение от него в любви. Вот зачем нужно общение. Вот почему наш пастор Татьяна Михайловна, почему они так пекутся о том, чтобы мы имели эти возможности для общения. Если надо, они и на большее пойдут. Только предложите, и не только предложите, станьте делателем для того, чтобы общение было больше. Поэтому очень важно, не уходите сразу после служения. Некоторые уходят. Я говорю, я не могу с некоторыми пообщаться просто. Брум, все, нету. А хочу. Не уходите. Возьмите чай, кофе, побудьте полчасика. Те, кто нуждаются в общении, ну покажите, что вы нуждают. Ну как, не кричите, я нуждаюсь. Стал отдельно возле столика, стоишь, к тебе подойдут. Скорее всего, процентов 90, я так думаю, что к тебе подойдут, с тобой познакомятся, спросят, как дела. Если ты чувствуешь, что ты хочешь что-то дать, пообщаться, да, тоже не просто с той сестрой там или братом, который ты там постоянно, хотя, я понимаю, хочется, мне тоже всегда с друзьями всегда есть желание общаться, но найди того, кто первый раз, найди того, кто, кого ты, может, не знаешь, познакомься с ним, пусть установятся эти взаимоотношения, узнай нужды, узнай, почему, узнай, как, вот, и помолись. Обычно, друзья, когда говорят, там, помолитесь за меня, люди говорят, помолитесь за меня, обычно они говорят, ну, те, кто научены, те знают, я имею в виду, но те люди, которые не очень научены, они имеют в виду, что вы пойдете домой, там, когда-то, может быть, вспомните, 90%, что не вспомните, и помолитесь. Но если сразу, друзья, если сразу, мы же не знаем, как Господь ответит. Мы не знаем, друзья. У меня однажды случай был, у меня работала девочка, говорит, у сестры дочка кричит, она не может работать. Что значит кричит? Два года, вот, ничего ей сделать не может. Он высокий чиновник, у него куча денег, ничего не могут сделать. Она кричит просто, ну, видимо, что-то связано с нервами, там, и так далее. Мы говорят, давай помолимся. Мы помолились, и все, я и забыл. Через какое-то время она говорит, а у меня сестра пошла работать. Я говорю, а почему? А в чем дело? А говорит, дочка перестала кричать. Ну вот кажется, да? Ну вот кажется, ну что такое? Поэтому всегда, друзья, всегда не ждите. Да-да, я помолюсь, конечно, помолюсь, запишу. Нет, молитесь сразу. Если вспомните, и потом молитесь. Я не про это. Но всегда имейте молитвы. Много может усиленная молитва правильная. Друзья, участвуйте в делах общины, даже если вы не член общины. У нас есть общинский чат волонтерский. Там больше 40 человек. Всегда будете в курсе дела, что нужно общине. Друзья, не думайте, что вас используют. Вот, пожалуйста, я знаю. Однажды одна мне сестра сказала, всегда найдутся претенденты на мое время. Опытная сестра, очень духовная, я вам хочу сказать. Всегда найдутся претенденты на мое время. Друзья, есть простой закон. Если ты свободен от всех, то и все что? То и все остальные, они свободны от тебя. Что посеешь, ты и пожнешь. Посеял дружелюбие, трудолюбие, да? Свой вклад тоже получишь в свою жизнь. Друзья, не забывайте, в Писании есть такие слова. Ибо хорошо служащие имеют великое дерзновение в вере. А хорошее служение, оно начинается всегда с малого. С какой-то работы. У нас много людей, которые служат хорошо. Они с малого начинают. Они собирают передачи туда, в Херсон. Они собирают, вот эти кукулечки помогают Оле нашей в нашем общинском обществе. Как оно называют? Только, короче... Да, общество. Нет, нет. Я имею в виду, что сама организация, они кругом. Это общество, которое помогает людям. У нас тоже есть общинское, есть отдельное юридическое лицо. Мы получаем помощь, мы помогаем людям. И... Да, и... Нет, я знаю, что они Байдужи. Нет, не Байдужи, это я помню. Благотворительный фонд, вот, друзья. У нас есть благотворительный фонд. И вот, да. И там люди служат, да. Везде, везде нужна, друзья, нужна помощь. У нас огромное здание. Друзья, оно требует рук. Нам не хватает на здание, не хватает рук. Нужны хозяева, хозяйки. Нужны люди, которые знают, там, электричество, которые умеют что-то починить, убрать, покрасить, там, помочь. И так далее. Много нужно. У нас дом Божий, друзья. Дом Божий. Всегда за честь в доме Божьем созидать его, да. Украшать его, очищать его. Если вы не член общины, станьте членом общины. Подойдите к пастору Василию, да. Он сейчас, сейчас проходит служение, уже это. Ну, пастор Василий, я не знаю, как ты, что не скажешь, надо говорить, чтобы подошли к тебе. Вот, да. Потому что ты, 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 ты везде. Вот. Просто, просто, просто у пастора Василия у него большое, у него большое пасторское сердце, которое умещает многих. Да благословит его Господь. Вот. Станьте членом общины, потому что, друзья, у нас, нам надо, чтобы члены общины, у нас необычная община, у нас необычная церковь. Нам надо, чтобы люди понимали отличие миссионерской церкви от миссианской, да. Почему мы служим евреям? Вот, как мы служим евреям? Почему прежде всего иудеям, а потом уже и всем, которые из эллинов, это все у нас на, 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 на вот этих общинских, на общинских курсах. Если бы стали членами общины, будьте верны, будьте верны, друзья. Без верности силы нету. Сто процентов. Здесь уже не девяносто, сто процентов, друзья. Без нашей верности неоткуда получать силы для этого времени. А некоторые приходят, знаете, там, раз в месяц, там, или там иногда появляются люди, которые члены общины, которые курсы прошли, все такое, там, раз в несколько месяцев появляются, все, и снова, и снова исчезают. Неправильно. Это то место, где мы что делаем? Прославляем Бога вместе. Где мы служим Богу вместе. Где мы затачиваемся друг от друга вместе. Железо, железо точит. Это то место, где мы приобретаем те качества, которые Бог хочет в нас видеть. Если мы сидим дома, этих качеств не будет. Силы Божьей в нас не будет, друзья. Вот. А она нам нужна. Благотворите друг друга. Помогайте нашей стране, армии, народу, друзья. Донатьте. Ну, знаете, кто знает, что такое донаты, да? Не можете тысячу, сто, не можете сто, десять. Ну, донатьте, помогайте нашей армии. Сейчас, смотрите, я прочитал, что крови, слава Богу, людям, которые были ранены, хватило. Но явно кровь нужна. И узнайте, где можно сдать кровь. Пойдите, бесплатно сдайте кровь. Не дай Бог на такие вот случаи, чтобы была кровь. Чем можно? Узнавайте, где есть возможность плестить сети. Там или еще что-то, да? Помогать армии. Где только можно, я это узнал в одной общине. В Хмельницке там у них есть группа. Она не просто церковная, там церковная тоже участвует. Они делают энергетические батончики такие. То есть делают, заворачивают там со Словом Божьим. И посылают воинам. Пакуют, посылают воинам на фронт. То есть надо, чем можно, надо помогать. Ищите. Не просто, ну, ищите, да? Ищите этой возможности. Ну, друзья, и закончить я хочу буквально две минуты. Для меня тоже очень важно, потому что есть огромное желание видеть Божью славу в нашей жизни, в жизни моих братьев и сестер. В своей жизни я тоже хотел бы это видеть. Потому что, друзья, каждый раз, когда я готовлюсь к проповеди, поверьте, я не готовлюсь с точки зрения, вот сейчас я им как скажу, что-то такое, как научу, да? Нет, нет, друзья. Я учусь сам сначала, да? То есть мне дается тема, я учу ее, я изучаю ее, вхожу в нее, изучаю сам. И потом делюсь с вами той жизнью, которую я получил вот из Писания, от Бога. Иногда просыпаюсь ночью, у меня планшет, я потому что там, ну, чтобы не включать свет, записываю то, что приходит. Вот, и некоторые мысли, они тоже вот, они оттуда, да? Вот я не говорю там, честно говоря, я не люблю говорить, мне Бог сказал там туда-сюда. Ангел не приходил, но я получил. Я получил по Писанию, я сверил по Писанию, все, я записал, да? Так вот, друзья, есть еще огромное желание, знаете, чтобы личностный аспект нашей жизни, чтобы мы не только говорили там о себе как о народе, как о священниках, так об общении. Мы же тоже хотим быть успешными, правильно? Ну, в хорошем смысле, в библейском смысле этого слова. Я имею в виду там не деньги, богатство и так далее. Я во всех отношениях имею в виду. Павел хотел, чтобы его ученики, они были успешными, да? Хочу, чтобы ты преуспевал, как твоя душа преуспевает, преуспевал, да? Вот, он что-то вкладывал в это дело. Так вот, смотрите, чтобы тоже хотелось бы, если, смотрите, если приходит или пришла вот эта апатия какая-то, там, нежелание действовать, какая-то что-то похожее там на депрессию, там, такое, знаете, вот, обычно это нежелание, нежелание этого. Ну, пусть оно будет все как будет. Неправильно, друзья, неправильно. Вот надо с этим, надо выходить из этого состояния, потому что что? Время действовать. Это время, оно тоже действует. Люди что делали? Они чтили Бога, они получили от Него силу, и что они? Они действовали. Так вот, действие, оно тоже и в нашей жизни так же оно должно быть. Друзья, мечтайте. Ставьте себе задачи на год, на полгода и так далее. Запишите их. Вот я хочу, я хотел бы. Вот просто составьте листочек. Я хотел бы, да, вот иметь в течение 24-го года вот это, вот это, вот это. Значит, ну, по слову, по Писанию, нужды, желание сердца. Не советую похотить. Писание не советую, да. Ну, желание сердца, там, хороший телевизор тоже не помешает. Или машине. Бог вообще-то не против этого, по большому счету, да. Ну, я так, к примеру. Ставьте себе задачу. Поступить там в какое-то учебное духовное заведение, там, или, значит, там, прочитать Библию, да. Или, то есть, эти вещи тоже надо, это прежде всего надо записывать, да. Допустим, войти в служение и так далее. И вещи, которые нам просто по жизни, которые по жизни, они нам необходимы. Не нравится работа? Ну, поставьте себе задачу найти работу. Ну, вы обновите, только не сразу бросил, и потом не можешь найти. Найдите что-то, а потом уже, только уже, если найдете, пожалуйста, не убегайте с работы. Там надо отработать. Я встречал, когда верующие являют неверность в этом плане. Бросают нам и так далее, да. Вот, если, допустим, уже понятно, что требуется, квартира требует ремонта. Вот, ну, может быть, не евро ремонт. Ну, хоть покрасьте что-то, измените что-то там, шторы новые купите, что-то сделайте, чтобы было и в этом было какое-то движение. Понимаете, чтобы было движение, оно во всем должно быть. Понимаете, в духе, в душе, оно в жизни тоже должно быть движение. Все это, оно помогает нам. И, друзья, если, я уже заканчиваю, смотрите. Если вы чувствуете, что, ну, не хватает, да, вот этой, давайте мы сейчас встанем, да. Вот, если вы чувствуете, что не хватает, мы сейчас будем молиться, не хватает вот этой энергии, вот этого желания что-то менять, да, желания двигаться, вот, желания чего-то достигать вот от этих высот. Давайте мы сейчас помолимся, я думаю, сейчас нас поведут, да, группа прославления нас поведет в поклонении, да, вот, чтобы вот этот момент, он был, чтобы это время, оно было у нас временем движения, начало какого-то движения, такого, знаете, личностного движения, движения в общине, да, вот, движения нашего служения, движения в нашей стране, да, движения в нашем городе. Друзья, давайте мы сейчас именно, будем молиться именно за это.